Внимание, пятая серия фильма под общим названием Макаров Алексей Иванович в роли учителя садоводства А вот поконкретнее, Макаров А.И. из Подмосковья, примерного садоводства Еще конкретнее тема, старое садоводство держит за горло Внимание, поехали Здравствуйте, Татьяна Алексей Вот, есть минутка, можно немного поговорить Значит, абрикосов в этом году очень много Урожай замечательный, хороший Какой мой самый любимый сорт, сказать трудно Примерно так же, как если бы у меня Или у вас было бы 10 детей, кого вы больше любите Нет, конечно, есть такие, на которые приятно посмотреть Самые крупные Или там в облипочку, даже если они не самые крупные А растут, как на ветках сидят, как облепиха Или самый вкусный Есть посочнее, есть немножко с горчиночкой Есть с кислиночкой Все они хороши, но надо просто, скажем, правильно готовить Если сочные мясисты, можно так кушать хорошо А вот эти, что, с изюминкой, с них лучше варить варенье, компот Потому как просто со сладких Варенье получается плоским, приторным, неприятным А вот с изюминкой, конечно, этого уже невозможно даже наесться Так скажем, вот с персиков варенье вообще никакое Надо положить немножко кислоты там какой-нибудь Потому что, ну, мед тоже сладкий Сколько ты его съешь Что еще? Нужно ли формировать крону или проводить санитарную обрезку? Санитарная обрезка подразумевает надломленную ветку, поломанную Там, конечно, надо отрезать И не так, как советуют заподлицо там По минимуму там сделать там яйцевидную рамку Ничего подобного Надо оставлять сучок Сучок такой серьезный Минимум сантиметров 5 Можно больше Сухую ветку обрезать, конечно, нужно Чтобы самому просто на нее не нарваться Вот, но никакой формировки Никакой Можно, знаете, отвечать Что можно делать, а что нельзя Я по своей дурацкой анатуре начинаю доказывать, почему нельзя Потому что все методы, которые я предлагаю Они всегда противоречили общепринятым И поэтому я привык доказывать Ну зачем доказывать? Если вы мне верите, вы идите в мой сад Делайте, как я Молодежь легко этому поддается Верит и делает, как я А вот старикам и даже таким Знаете, у которых я поначалу учился Там, перенимал там Начинал свой сад с ябонь, с груш У них учился Потом предлагаю, дарю им абрикос или персик Рассказываю, как это надо сделать Думаете, они меня слушали? Нет А потом удивляются А почему не растет? А чего же вы умничаете? Хочется сказать Ну, конечно, я так не говорю Вот Я к тому, что Доказывать? Ну как доказывать? Знаете, если кто-то Все-таки Скажем Ну вот, пришлось прервать Потому что больше Двух с половиной минут Да меня телефон всегда устраивал Но я никогда не давал Таких длинных Репортажей и советов Поэтому Поэтому я его терпел Мне устраивать его Алгоритмы работы И другие я пробовал брать И все, не могу привыкнуть Значит, по поводу На чем мы остановились Советов Вы знаете Приходится иногда Чтобы до людей доходило Делать параллели с человеком Вот Смотришь Сколько раз, допустим Запускается обрезка территории Читаю Значит, весной Можно даже летом Некоторые делают осенью Некоторые даже зимой делают Мол И по весне вот делают Обрезки там То есть Представьте, сколько раз И я параллель провожу И говорю Вот представьте Вы Четыре раза В год Берите себе И пальчики Раз И отрезайте фаланги Или целые пальцы Некоторые же Режут даже Ножовкой крупные ветки Вот руку вам отрезать Как вы себя будете чувствовать? А, вы живое Значит, да? А дерево, значит, не живое То есть Человек начинает задумываться В конце концов До него начинает доходить Хотя Знаете как От некоторых я слышал Вот сказали обрезку А я не могу подойти Вот, ну не знаю Вот чего-то мне как-то Не могу себя пересилить Вы представляете У него есть какое-то Седьмое чувство Интуиция Что это против Ну не то, что законно Что это противоречие Самой природы Ну как можно подойти И у дерева отрезать? И она чувствует это Ну потом Рубикон пройден Что называется Ее заставляют Да, кацан Ничего сложного Берешь и режешь Люди очень многого Не понимают Они не понимают Что дерево Еще и защищается Человек с больным Сердцем вообще Не стоит брать Ни ножовку Ни ножницы Ни секатор Ни ничего Потому как Это может Поставлять Его личное здоровье Так, не вижу Время Сейчас закончится Так, придется Сейчас сначала Вот так вот Раз Щелчок Ну конечно Не просто Так Конечно Я находил Разную литературу И все Вопросы у меня Исчезли Просто исчезли А теперь на любой вопрос Кто мне задаст со стороны Я прекрасно Мгновенно То есть У меня сложился Пазл У меня Не просто Зрение открылось Нет Знаете С чего началось Помните А есть такой у нас Современник Владимир Мегре Писатель Он написал Целую серию книг Первая называлась Анастасия И там дальше Много чего интересного Очень Очень Хорошая Добрая книга Книги Знаете Чем она интересна Она Я бы так ее перевел Я бы так ее назвал Это Современная Библия На современном языке Вот как То есть Она доброте Она гармония с природой Она просто интересно читается Мой отец ее читал Говорит Да это сказка Ну какая интересная И она реально может И уже работает Я знаю Вот в нашей области Здесь Под Меденью Есть даже целое поселение Так и называется Анастасиевцев Они Да Они допускают И там много верующих Все Ну вот Как отшельницы Знаете Отшельницы живет В тайге Как ее звали Не помню Так вот Тут целое поселение Таких Интересных людей Так вот У Анастасии Я прочитал Нам значит Рекомендовалось Прежде чем Посадить тот же огурчик Надо семечко Подержать во рту Она получит информацию О твоих проблемах О твоих Всяких Делах И потом Выразь этот огурчик Но он же будет Тебя лечить Представляете Допустите на секундочку Что это правда Представляете Насколько сложен мир И просто одновременно Так вот Я по поводу Деревьев Они то Посложнее Чем огуречный Кустик Так Опять конч Вот Опять хочется Пример Пример привести Замечено Именно Людьми Которые Умеют Анализировать И Примечать Значит Подходит медведь К кусту Малины И вот Он его Погрыз Погрыз И что Вы думаете Он к нему Больше никогда не подойдет И даже Ближлежащие кусты Он уже не будет Обирать Он ведь есть Не просто малину Он дерет кусты Казалось Почему А куст уже Получил информацию И передал Ближлежащим Что Тут Вредитель Что тут Враг Что здесь Опасность И они Принимают защиту Какую Нам и понять Невозможно Но медведь В этом Районе Уже не будет Лакомиться малиной Вы представляете О чем Это не я Придумал Вон Опыты проводились Над цветами Мимозы Человек подошел Листик оборвал У мимозы Расток Это самая Все листочки Повяли Поникли Он заходит Другой раз Этот кустик Уже всем другим Кустам мимозы Передал сигнал Тревоги И они тоже Принимают Сигнал тревоги Приборами Зафиксировано Представляете Насколько Насколько Живые организмы Растений Совершенные Человеку Данить далеко Между прочим Так вот Я возвращаюсь К яблоням Да Есть еще один Пример Когда Друг По переписке С Киргизии Мой земляк Нашел Меня где-то По интернету Списались Договорились Общаемся Всякими Новостями И вот Он мне говорит А он Закончил Какой-то Сельсхоз Самая Значит Друг Назовем его Виктор Закончил Сельсхозакадемию Во Фронзе И значит Сейчас Иногда Подрабатывает Там Занимается Обрезками Деревьев Сам На пенсии Уже Все И вот Тут Он мне делится Говорит Алексей Представляешь Столько Времени Я пропадал Столько У меня Разъездов Было Ездил И в Калининград У него Квартира Все Совсем Забросил Свой Сад У него Возле Сыкуля А сам Живет В городе Фронзе И вот Приезжает Он В свой Сад Говорит Яблоневый Он Мне все Снимки Покал Алексей Я не поверил Своим Глазам Я к нему Не подходил Вообще Никогда Забыл Больше Года Прихожу А он Весь Валится Яблок Там Такое Показывает И вот Тут Мне прорвало Я там Молчал Что У меня Политика Другая К деревьям Я понимаю Там На юге В Киргизии Они прощают Там Обрезку Разную Страшную Крепкую Сильную И выживают Потому что Морозов Там Таких Нет Ну Молчал Не хотел Портить Отношения А вот Тут Меня Прорвало Я говорю Ну ты Сделай Выводы Вот Ты Не подходил А он Гораздо Больше Тебе Дал Яблок Гораздо Больше Такого Никогда Не видел Делай Выводы У Человек Язык Откнался Он Не видит В этом Связь Не видел Вернее Пока Я его Не тыкнул Носом Ну вот Ты Не подходи К нему Он Тебя Всегда Будет Благодарить За то Что Ты Перестал Его Мучить Вы Представляете Говорили Про Молдильные Яблочки Там Кто Яблочко Съест Сто Лет Проживет А как Вы Думаете Сколько Вы Будете Жить Если Вы Каждый Год Эти Яблони Режете Ну Не Только Яблонь Я про Все Деревья Я имею Ввиду Режете Мучаете Еще Опрыскиваете Всякой Химии Как Вы Думаете Какого Здоровья Желают Вам Ваши Питомцы Ну Как Вы Думаете Делайте Выводы Сами Я Опять Взялся Доказывать Все Да Я У Себя Не Опрыскиваю Говорят А как Вредители А у У меня Для Этого Есть Первая Линия Обороны Это Птицы У У меня На Каждом Дереве Или Через Один Как Минимум Всегда Стоят Скворечники Ну Это Конечно Не Скворечники А Синичники И Для Воробьев У Скворцов Там Отверстие Пятьсот Пятьсот Миллиметров А это Я Делаю Меньше Потому Скворцы Как Выяснилось Плохие Помощники Они Больше Обдирают Черешню Вишню А Вот Синицы Да Воробьи Ласточки Молодцы Тресогуски Эти Даже Что Там Говорить Про Кузенчиков Бабочек Которые На подлете У меня Все Излавливаются Никто Ко мне Попасть Не может Никаких Там Вредителей Они Даже Комариков Собирают Эти Ласточки Тресогуски Вот Молодцы Вот Они Мне Нравятся Так Что Это Первая Линия Обороны Да Любите Птиц И У вас Сад Будет Чистым И Обойдетесь Без Химии Так Друзья Посмотрели Вот Он Наш Алексей Макаров Это Серия Номер Два Серия Номер Три Серия Номер Четыре Сейчас Вы Слышали Его Вот Молодец Он Та же Как Я Это Не Лекция Это Рассказы Это Гораздо Интереснее И Полезнее Вот И Читательнее Читательнее Так Что Алексей Благодарю За Серию За Номером Пять Вот И Продолжай Вот Это Мой Канал Садоводство По Железову Ты Здесь Почетный Гость А В Шестой Серии Я Скажу Ты Теперь Здесь Хозяин Все Благодарю За Внимание Вот Вы Были На Связи Друзья С Уникальным Садоводом Из Европейской России А то Понимаешь Куда Вам Ваши Сорта В России Все В Сибири Живут Назад Нельзя Погибнуть Вот так Вот Дожили Да Дожили Спасибо Молодцы Сибиряки А назад Нельзя Вот Дожили Спасибо Алексей Иванович Вы Один из Тех Кто Опроверг Одно Из Ваших Достижений Вы Опровергли Эту Глупую Странную Доказательство Тех Кто Не Хочет Чтобы О Закалившей Сибири Уникальные Сорта Возвращались В Европу Так Что И за это Тоже Спасибо Это Достижение Спасибо 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 Спасибо